если опять повторюсь может быть кто-то не услышал что если нет кардачоса все то же самое можно выполнять гребеной ленты она от кардачоса отличается тем что это вата то есть волокна все переплетены между собой так вот ну ну ладно здесь эти волокна расположены все вот в одну такой вот из них очень хорошо ведь вот такие полосочки разные скручивать формировать вот в данном случае у нас в этой работе в нашей не очень много будет таких каких-то конкретных контуров каких-то но если вдруг вам понадобится что-то сделать именно с контурами то вот формировать вы можете из такой например внутрь но это я сейчас не картину вкладывает я жду чтобы все успели это одно рассказываю вот яйцо например выкладываем раз а внутрь кардачос положили вот кое-где немножечко оттянили тем же самым кардачосиком вот так вот вот пасхальное яйцо уже получилось то есть прижмется будет лицо другими словами гребеная лента она хороша для контуров для прорисовки деталей для каких-то если нам нарезка нужно сочная но вот бывает там листья надо нарезать из кардачоса это будто пыльно не поймешь что из гребеной ленты будут листики то есть вы нарезаете раскидывать это листики получаются вот можно тут еще немножко голубенького добавить ведь я беру прям прям совсем чуть-чуть если много выхватили случайно да верните обратно и вытяните столько сколько надо верните обратно если лишнее лишнее здесь не нужно если готовы дальше продолжать я продолжу дальше если все немножечко там подключились успели да елена пишет в чате что все успевает нормально скорость можем продолжать да хорошо значит смотрите что еще какая деталь вот не надо зацикливаться на чем-то одном вот начали мы делать с вами например небо в эту синюю часть то есть нужно вот его прям до детали до каких-то уже там полосочек чего-то такого доводить до идеала здесь я просто сейчас уже ждала вас поэтому немножко подросала мы делаем от общего к частному то есть должны ориентироваться в пространстве вот сейчас когда зеленое положу здесь ну я тоже опять же пользуюсь кардачосом только зеленого цвета он быстрее просто выкладывается вот наша задача сейчас все вот эту поверхность просто заполнить но вот когда мы делаем от общего такого глобального к частному то мы ориентируемся во всей картине сразу если мы начнем зацикливаться на каких-то деталях то есть не прорисовывая все по чуть-чуть а вот на чем-то одном взяли вот и делаем делаем делом делом а тут все не делается у нас потом резкий контраст будет между тем что уже сделано детально прорисованной тем что вот вообще никак картинка вообще не будет смотреться даже если вы там шикарно все это сделать эту часть ну у вас естественно наступит разочарование вам покажется что у вас все плохо на самом деле все хорошо просто вы зациклились она зацикливаться не надо было а когда вот у вас идет сначала все так какими-то просто наброс очками такими какими-то без контуров без ничего просто вот что вы видели в целом воспринимали картинку в целом она потом сама подскажет что где дополнить что где убрать самое главное чтобы это все было равномерно вот я уже говорил в принципе сейчас вот на этом этапе даже не очень важно насколько будет там темная шерсть ну то есть ее можно было бы взять еще потемнее на картинке она на самом деле на исходнике она здесь вот эта часть она темнее насыщеннее но смысла в этом сейчас большого нет потому что сверху это у нас как подложка идет мы еще будем добавлять где-то тени где-то более высветлять и потом в итоге получится насыщение просто сейчас нам нужно для себя понять как что где вообще расположены вот мы набросали теперь можно в принципе поскольку у нас домик на пейзажике он там в глубине то есть он где-то здесь а там в глубине нам бы неплохо было его сделать наметить а потом уже вот набрасывать все вот эти там цветочки какие-то там травинки все остальное ну вот сейчас покажу вот на этой картинке чтобы было понятнее домик он вдалеке поэтому если мы его потом позже у нас получится на траву все выложим поставим домика у нас непонятно будет как будто он вот тут вот он должен быть в глубине поэтому мы его сейчас утопим туда самый сейчас простой вариант показываю как сделать домик его можно делать по-разному я вам покажу самый простой вариант я вам детская аппликация получится у нас берем красный кардачос потом покажу может быть на гребеной ленте еще как это мы примерно размера понимаем какие должны быть вот вот от них и отталкиваемся то есть мы видим вот такая вот смотрим вот вот и берете примерно вот такой вот размерчик но это конечно еще все примерно моего детали все эти доделаем нам надо хотя бы понимать что и как похож на аппликацию конечно чуть-чуть побольше сейчас получился на так бокам просто плохо видно но в общем короче если получается побольше убираете просто лишним это не говорит о том что вы прям идеально должны вырезать домик такой какой прям он должен быть но он должен быть по форме такой же примерно как на исходнике это самый простой вариант который может быть на мой взгляд вот смотрим где он примерно находится он у нас не в центре находится то есть центр чтобы ориентироваться вот у нас центр и он вот на краю этого центра находится значит смотрим где у нас середина вот так чудовик мы поставим где-то вот так мы его поставили где нужно потом можем добавить темнее но вы знаете в чем сейчас вот например понятно что на исходнике у нас доме как бы в более темном таком антуражки стоит вот можно добавлять но главное не перетемнитесь если мы сейчас очень сильно темным скажем так вот то потом прижмем стеклом еще темнее станет у нас мрачного стенка такая картиночка получится нам этого не нужно нам нужно светлое вот такое все тут самое главное чтобы душу вам радовало домик положили естественно ну в таком виде домик оставлять нельзя это понятно да вот эта аппликация у нас тогда получится не картинка нам его нужно обрисовать сделать ему крышу крыша уже сделать естественно тоже детали я говорил что детали надо делать уже из гребенной ленты поэтому мы должны вытянуть определенное количество не очень большое сделать вот такой вот скрутить немножечко пальцами такую полосочку примерить ее посмотреть где у нас надо и отрезать чтобы лишнего не взять тоже вот примерно вот так вот сейчас это все еще не готово это еще только номерчики такие со второй стороны так наверно вам эта картинка мешает особым привлекало внимание смотрим дальше со второй стороны как бы с одной стороны потолще крыша то которая дали на вот с этой стороны здесь чуть-чуть потоньше поэтому прядочку мы немножко вот делаем потоньше и кладем точно так же здесь положили днем соединили естественно вот естественно там должны быть тени значит мы должны проложить тоже синий ноут и темнее просто давайте покажу вот как она так объем не будет смотреться для этого берем уже синенький карпачок извиняюсь никогда чуть-чуть к ребенку ленту вот подкладываем вот туда под вниз берем небольшими такими прядками лучше знаете взять несколько прядок и одну на другую наложить чем сразу хлопнуть большую и будет немножко неестественно смотреться и с одной стороны продолжили с другой с одной понасыщеннее немножко с другой поменьше вот у нас уже отделилась как крыша от домика немножко отделилась потом вот там где за крышей вот можно чуть-чуть ее как бы выделить она будет более ярко смотреться когда щасиком потом так немножко приглушить можно даже голубым чтобы не светлая была кстати говоря вот экран глаза там вопросики вижу спрашивают куда обрезки деваете обрезки мне очень жалко выбрасывать тут два варианта есть если вы еще занимаетесь сухим валянием ну это как-то иголкой валят игрушки там что угодно то конечно это шерсть она может туда пойти второй вариант все вот эти обрезочки все что у вас остается из них можно делать фон ну выкладывать когда просто подложка выложена хоть каким-то цветом а сверху закрывать и уже нужно вам но это не очень удобно потому что ну кое-где может просвечивать третий вариант делать из них тоже картины вот этих обрезков очень хорошо получаются абстрактные картины абстрактные картины это вот нарезки какие-то вы когда взяли несколько вот там не знаю сейчас какой цвет найду смотрите вот три ярких цвета три ярких обрезка попробуйте взять сейчас вот немножечко прям отвлекусь на 2 секундочку заодно вы отдохнете взять попробуйте их просто вот так вот нарезать когда вы делаете картину уже все равно близкие по цвету да получаются там оттенки ну потом сочетаются друг с другом вот смотрите вы нарезали вот уже красиво да а если вы из этого еще и сформируете какой-нибудь там абстрактный цветочек или вот так вот несколько дадите там зелени или еще чего-то и вазочку какую-то вот три абстрактных цветочка нарезанных я тут не дорезала три абстрактных цветочков еще 3 например и зелени так вот добавить здесь там разных местах и вазочку туда же в принципе получается еще дополнительные какие-то картинки можно выкладывать вот я на самом деле использую в разные то есть где-то это нарезка где-то это я тоже сухим оленем заниматься где-то там идет для того чтобы сформировать игрушку какую-то ну ее там основную часть которые потом заваливаются другими какие-то приваливаются шерсть уже нужны вот выбрасывать жалко но иногда выбрасываю конечно мне и много просто совсем мелкие ну то есть которые более менее ничего обрезочки такие длинненькие конечно надо оставлять более мелкие куда их девать ну выбрасывать или отдавать тем кто занимается сухим валянием например или мокрым валянием там они пригодятся так продолжим значит домик у нас конечно же еще не закончен там есть окошко окошко синенькая с не синенькая фиолетовая он насыщенный фиолетовый но я думаю тут можно и синий взять у кого что есть я бы синий взяла нормально смотрелась на картинке на сходнике фиолетовый окошко квадратного такой прямоугольная значит мы вырезаем я картинкой просто не хочу резать вырезаем примерно по форме окошко будущего убираем лишнее смотрим где она примерно должно быть вот ставим это окошко оно должно быть обыграна другим цветом плюс к этому желательно чтобы домик был не был декоративным взять небольшие кусочки красного это уже гребеная лента и вот положить кое-что извините пожалуйста вот значит вот так вот прокладываем я просто хочу убрать эффект кардачоса то есть эффект декоративности поэтому немножечко немножечко все-таки надо добавить другого цвета какого-то немножко разбавить чистый цвет сделать какую-то теневую часть светлую часть ножка кардачосика кинуть вокруг будущего окошко чтобы немножко как бы оживить эту картинку и вот когда мы делаем немножко больше цветов но не один какой-то несколько у нас получается более такой насыщенный цвет так вот окошко окошко надо тоже естественно сделать рамочками мы там видим на картинке что там есть белая такая рамочка она не какая-то там конкретно ярко выражена какие-то палочки да немножко в произвольном порядке там есть голубенькая шторка наверно какая-то да и и поскольку это все вдалеке и и прорисовывать вообще никак не надо просто вот набросать ну что-то такое силуэт на домик мы делаем силуэт на все прижало чтобы не болтаться как я делаю вот эти вот рамочку эту просто прям над картинкой так обрезала так обрезала еще сейчас возьму еще немножко обрежу вот прямо берем скручиваем и обрезаем так вот что там у нас еще щелку посерединке есть не нужно еще тут ну то вы понимаете да то есть принцип ясен у каждого окошка какое вот рукой кому нравится такое делайте вот опять же мне удобно когда немножко так прижимую руку кстати смотрите прижалой рукой она все приклеилась у меня к руке вот надо осторожно вот очень хорошо что приклеилась сейчас вам объясню как этого избежать вот так бы забыла сказать это уже скажу вот все заново сейчас это все выложу так вот делали причем мы видим что здесь не важна форма какая-то там так уж прям конкретно вот смотрите все это у нас выложено вот можно взять прям совсем чуть-чуть карта чусика вот этого оранжевого который по центру у нас там как бы осветится до части вот совсем немножечко возьмем давайте вот так вот бросим смотрите какой эффект получается с одной стороны все как бы высветлилась а с другой стороны мы этим как пленочкой такой небольшой накрыли окошко и она уже у нас никуда не денется вот сейчас я уже прикладываю руку и все она никуда не деваться это очень хорошо даже с точки зрения когда стекло будем класть мы же вы можем поднимать нам что-то если корректировать придется положили подняли и вот эта пленочка она не даст вот этому всему ездить поэтому если у вас есть ну что-то вы делаете с где детальки прорисованы такие мелкие старайтесь каким-то там совсем прозрачным слоем давать карта чусика он вот будет придерживать как бы закреплять картинку вот здесь например но пиджикаре вот давайте вот эти детали сейчас может быть не будем вдаваться это же я просто увидела но это можно и потом сделать на этапе уже доработки мы с вами основы сделаем дорабатывать нужны потом так значит но домик будем считать что сделаем окошко можно чуть-чуть еще высветлить чуть-чуть там совсем желтенького дать это уже фантазия все значит окошко мы закончили теперь нам нужно выложить тот уже методом вот эти цветочки ну не целиком не знают эти колоссия да скажем так ведь это цветы не только длинные такие как колоски вот они здесь разбросаны достаточно произвольном порядке вот но каких-то принципов все таки придерживаться надо здесь даже лучше на исходнике показать вот что здесь они домик перекрывать причем там еще красновато есть сначала красновато потом сверху уже идет там где-то белая то есть абстрактно такая достаточно картинка можно да здесь немножко красновато вот этого который там мы видим как это дать бросить в произвольном порядке вот здесь уже не бойтесь здесь уже достаточно свободная такая идет только не переборщите с темным вот здесь смотрите еще тоже вот этот переход он естественно не должен быть таким прям резким поэтому мы делаем переход плавненьким красненького сюда добавляем закрываем вот этот вот контур он потом еще трава у нас закроется в любом случае какую-то часть мы закроем здесь немножечко красноватого то есть плавненький такой переход должен быть так вот сделали если есть какие-то вопросы задавайте в процессе буду выкладывать и отвечать здесь немножечко тень чуть-чуть можно добавить это вот тоже когда чуть только потемнеет такого же самого темпы потемнее вот здесь где-то тень тоже в общем сейчас можно набросать кое-где тени а потом на эти тени уже нарезать что теневая она же тоже важно нам чтобы она была где-то вот прям на картинку смотрите вот где там тени нас появляется вниз где-то тень вот тут где-то я сейчас поскольку цвет у нас сочных картинки я немножко вот такие вот набросаю здесь кстати вот эта картинка я и выбрал за счет того что вот здесь вот уже начинается у вас достаточно свободная выкладка то есть раскладка вы можете уже здесь делать достаточно свободно класть куда вам нравится вот здесь немножко затемнили то есть мы подготавливаем а вот здесь вот должно быть светлое потому что темное на светлом хорошо смотрится здесь не должно быть очень темно фон здесь наоборот должен быть посветлее вот потому что вот эти все вот вершинки, они будут здесь на светлом лучше смотреться поэтому давайте даже здесь чуть-чуть высветлим сейчас я возьму светлый ключ вот смотрите, можно взять вот я вам говорила, метод щипания вот так вот пощипали пока в руке не осталось ну вот такая вот облачко такое вот сюда можно чуть-чуть бросить это будут такие светлые потом из-под вот этого темного они будут немножко проглядывать ну еще там где-то захотели, пощипали, положили то есть это уже потом на этапе доработки где вы видите, где хотите свет, давай пощипали небольшое облачко бросили вот, значит здесь уже в принципе можно приступить к прорисовке вот этих длинных колосиков как это можно сделать значит тут варианты следующие есть очень удобный способ называется он купить сразу дальнюю шерсть продаются вот сейчас я вам уже показывала что-то не вот вначале не увидел там звук тем более был плохой вот троицкая шерсть троицкая фабрика делает такую шерсть видите здесь сразу несколько цветов свернуты по близких по тону вот пример такой шерсти здесь смотрите сразу идет синеватый светлый вернее лиловый даже какой-то такой синеватый лиловый потемнее и такой ближе уже к синеголубому видите но они близкие по цвету и в принципе вот ими удобно пользоваться как ими можно пользоваться ну в принципе если брать картинку смотреть то там идет темный цвет посветлее и сверху самый светлый но нам можно делать проще если у вас есть вот такая шерсть я просто на примере одного колосочка покажу вы просто что делаете вот берете вот так вдоль чтобы они все три как-то где-то близко были не один какой-то а все три сразу кучкой тоненько не надо сильно там толсто резать тоненько вот так вот нарезаете и руками просто передаете форму чтобы ну это очень уж толсто можно вот взять немножко такой немножко такой немножко такой вот так вот вытянуть вот уже получилось поменьше но если неудобно из большой да резать то пошли вот так вот смотрите как все просто получается у вас цветок сам рисуется даже не надо ничего делать раз нарисовали пальцами потом взяли ну чтобы там комочков никаких не было чтобы более естественно смотрелось что-то там подправили я немножко боком делаю может быть ровно может быть стоит сложно сориентироваться но здесь что ровно опять же колоски они же могут быть неровные следующий берем здесь можете не следовать четко как на картинке у вас же уже это свободное творчество вообще шерстная живопись она очень такая свободная она не предполагает прям исследованию четкому картинке исходника вы творите сами как бы как вам как душе угодно проложили в принципе вот она вторая второй колосочек значит следующий смотрим на исходник примерно придерживаемся того принципа как там но можно не придерживаться вот здесь главное чтобы это была такая разноцветица чтобы это не было одним цветом но если у вас конечно нет такой вот шерсти уже готовая которую можно вот так вот взять и нарезать вы можете взять просто да даже не знаю когда чё все что угодно шерсть отдельно взять сначала начать с темного цвета сейчас вот уберу лишнее сначала темный нарезать к нему добавить посветлее и потом уже там кое-где самую светлую кинуть и тот же самый эффект будет в принципе можно даже с карточек то же самое сделать вот ну единственное главное придерживаться цвета все-таки цветовая гамма она должна быть где-то близко вот я взяла сейчас карточек карточек красного цвета который домик немножечко кое-где повторим этот цвет чтобы у нас сочетание было прям совсем чуть-чуть прям еле-еле чтобы так гармонично все это сочеталось так еще один колосочек сделаем колосок сделаем еще один колосок если вдруг где-то что-то не так настригли не так положили я вам уже говорила что можно аккуратненько подснять только снимайте что-то не так сделали например рукой немножко ту часть придерживайте чтобы не потянулось вот так аккуратненько снимайте вот там можно повыше то есть конечно на исходник смотрите где какие какой у вас вот и колосочки такие делайте не увлекайтесь только чтобы у вас совсем куда-нибудь не уехали вот тут уже просто повторить надо как исходники смотрите добавляйте где-то что-то убавляйте там уже процессорчики где-то где по краям где не надо не требует прям четко какой-то прорисовки понятно что там что-то есть но такое просто кордачоса чуть-чуть бросьте и все и у вас немножко более размыто получится не такое будет четкий фон но это и хорошо чтобы оно не бросалось в глаза вот эти все ну как бы нарезка не была такой явной нарезкой там у нас мы видим есть еще белые какие-то вот вкрапления но зеленые уже тоже начинают разбавляться то есть уже зеленые появляются других оттенков значит нам надо здесь добавить уже кое-где зелененького вот здесь давайте уже колосочки тоже добавим чтобы нам потом к ним не возвращаться ну не то чтобы не возвращаться но хотя бы чтобы они уже у нас какие-то были вот нарезала темненькую к себе картинку посмотрю как сколько там ее вот посветлее где-то темненькая темника дирка светлее я возьму свой треничок то же самое нужно просто из трех создать все точно также нарезать вот нарезали положено руками придаете форму где надо потом добавим голубого еще то есть высветлим сейчас сейчас наша цель в целом дать как бы чтобы мы видели что в итоге какую-то случается для этого мне надо взять шерст посветлее вот посветлее мы кладем не везде мы кладем только там где нам надо что-то высветлить я кладу карточосик здесь может быть и гребеной ленты карточос просто берите небольшие прядки если это гребеной ленты то я уже говорила нет там щипания выщипывайте столько сколько нужно вот кое-где прям смотрите по картинке где там светлые места давайте мы чуть-чуть так вот высветлим то есть чтобы у нас фактура получить появилась какой-то объемчик появился естественно в основном это в центре осветляется я предложила еще вначале мастер-класс еще и желтенького давать то есть мы можем взять желтенький вот у нас в окошечке вот такой желтенький поэтому такой же точно как в окошечке можно взять смотрите вот беру прям по миллиметрику там и не видно этой шерсти сколько я там нарезаю для этого и нужны нужны острые ножницы чтобы вот фактура прорисовать прорисовать это долго шерстью это быстро видите мы фактурно вот так вот сделали немножечко вот так нарезали прямо над картинкой раскидали в произвольном порядке появилась какая-то дорожечка уже какая-то фактура чко и уже идет вот какой-то такой фончик немножко нужно когда чусика сверху чтоб меня не очень явно выделялась можно по насыщенней желтый делать в общем смотрите сами то есть тут уже вот ориентируйтесь потому по той тональности которая у вас уже есть дадим белого белое это просто нарезочка вот тоненько вы можете нарезать это на другой на бумаге на какой-то потом пинцетом положить можете поскольку здесь у нас произвольная достаточно программа на можно прямо вот так вот бросить и немножко голубого внизу чтобы ну как бы теневая часть была голубого розоватого то есть повторить некоторые оттенки вот голубой немножко прям чуть-чуть вот какого-то прям немножко совсем разоват он так низ просто чтобы объемника было потом вот беленькая еще у нас есть некоторых местах сейчас тоже нарежем здесь у нас белая идет но я там не скажу что я прям идеально следую как на картинке не скорее даже же смотрю как на моей картинке которые я делал для мастер-класса что мне удобнее смотреть на нее вы просто цветовые пятна набрасывайте там где ну хоть примерно чтобы совпадала с картинкой мы их потом еще набросаем нам сейчас просто надо в целом понимать где что находится вот мы набросали вот таким вот образом потом травинки добавим детальки добавим еще вот это белое она нам поможет в целом ориентироваться где-то больше где-то меньше если есть какие-то вопросы то пользуйтесь это спрашивайте буду отвечать за процессе елена пока вопросов у нас не имеется в чате но у нас появился баннер с вашим мастер-классом уже и насколько я знаю там есть небольшой бонус как раз об использовании остатков шерсти да вот ноги спрашивают жалко шерсть естественно жалко но симпатично но ярко сочной братья даже мусорном ведре она смотрится очень красиво когда я много вот живописно ну так вот это шутка конечно в мастер-классе сам мастер-класс он достаточно длинный потому что он не только выкладывание конкретной картины которая там у вас вот высветилась фотография да но там часть мастер-класса посвящена тому вообще что такое шерстяная живопись и какие приемы какие что какими даже салфеточка им пользоваться в принципе то что я вам здесь рассказываю там более подробно рассказывать здесь я так все быстренько постаралась рассказать потому что у нас не очень много здесь времени там вводная часть она вот как раз посвящена вот тому что что такое шерстяная живопись как бы рассказ такой на потом на примере уже вот выкладки картины там мало того что выкладывается картина с вами вместе очень подробно пошагово там с крупными планами все чтобы вы хорошо видели что где и как вот мало того что это все рассказывается мы потом в конце мастер-класса когда у нас вот та картина которую я там с вами выкладываю она уже готова со мной выкладывала параллельно помощница я там достаточно быстро выкладывала на должны все успевала вот кое-где но тем не менее я взяла ее картинку ту которую она выложила и на примере ее работы мы еще разобрали какие могут быть у новичков ошибки какие могут быть недочеты вот и все это и как бы на примере ее картины мы еще раз ее не то чтобы выложили доработали то есть у вас такие же трудности могут возникнуть например особенно у новичков когда что-то где-то непонятно что-то где-то не уловили какие-то моменты там идет как бы повтор тех же вот я объясняю первый раз когда выкладываю и второй раз когда на примере этой работы разбираю и получается что мы как бы два раза подробно проговариваем какие-то основные моменты ну как бы закрепляем материал и в целом получается ну как сначала это как и на уроке дать прошел потом домашнее задание закрепление материала примерно такая же история вот вы видите я сейчас с вами разговариваю попутно немножко вот так вот где нарезочкой делаю вот здесь вот вы уже смотрите просто светлые пятна наша задача светлые пятна высветить вот мы их просто даем светлого кое-где это придает картинки нашей объемность фактурность на переднем плане естественно то чуть посветлее на заднем потемнее вот немножко боком поэтому мне может быть не совсем совпадает с той картинкой но тут же главный принцип ну так вот что касается мастер класса то есть мы сначала выкладываем картинку я подробно рассказываю как это делать потом мы разбираем проблемные какие-то моменты или то что непонятно с моей помощницей а потом у нас остается естественно после меня да еще после моей помощницы какие-то кусочки шерсти и вот эти кусочки они у нас тоже в конце мастер-класса идут в дело мы из них очень быстро достаточно оперативненько выложим еще одну картинку какую не знают уж говорить говорить но у меня могу сказать что это цветочки будут подробности не буду пусть это будет для вас сюрприз но что хочу сказать про эту картинку которую мы там виде бонуса выкладываем чем она хороша это такая экспресс картинка если вам надо куда-то что-то пойти там в гости быстренько подарочек сделать вот открытка знаете здесь открытки на бумаге сейчас кстати очень много делают всяких авторских с какими-то ну авторскими моментами там какими-нибудь там цветочками тоже рисуночками у вас будет своя картинка своя открытка в виде например шерстяной такой открыточки вот то есть короче в чем плюс этой картинки которую мы выкладываем виде бонус она делается быстро при этом она достаточно эффектная то есть она ну такая смотрится она неплохо на мой взгляд по крайней мере до того как вам ее показывать я опробовала вариант этой картинки на своих знакомых ну то есть дарила виде небольших таких оформляла в небольшие рамочки буквально размер там ну такой вот сколько там 10 на 15 например да ну и может быть чуть-чуть побольше вот и преподносила в виде допустим какого-нибудь подарка ни одного недовольного человека я вам скажу не было потом эти открыточки занимали почетные места на столе например там где-нибудь ну короче говоря открытки эти все нравятся поэтому этот бонус особенно для начинающих да и не только для начинающих он просто хорош тем что он удобен в использовании он быстро вот этот способ который я вам там покажу плюс конечно же шерсть получается что идет в дело это тоже хорошо плюс она не просто идет в дело она еще и позволяет сделать что-то ну какую-то дополнительную эффектную картинку вот а сам мастер-класс он просто полезен чем он полезен тем что но вот эти вот эти нюансы и вопросы которые возникают у новичков вот как что именно там очень подробно рассказаны вот и чем еще она хороша что выбрана для этого мастер-класса картинка осенний пейзаж она такая яркая сочно вот что в принципе даже без особых навыков просто за счет цвета за счет фактуры за счет перехода цвета она позволяет она становится эффектным то есть как бы вы там не выложили там те же самые деревья или как бы вы там не набросали листики или кустики да то есть она все равно в целом эффектно смотрится там не требует какой-то вот детализации тоже эта картинка мне вот такие картинки очень нравится за счет того что они эффектны при этом они требуют какого-то какого-то особенного мастерства и делаются достаточно быстро кстати говоря вот тот мастер-класс который я вам предлагаю он рассчитан буквально ну я не знаю может быть максимум на полтора часа это с учетом того что я же рассказываю не только в раскладку картину еще там дополнительно какие какую-то теорию даем вот попутно видите даю цветовые пятна вы уже видите да что здесь вот мы сейчас можете даже на этом этапе вот мы спокойно могли бы прекратить уже мастер-класс это почему потому что вот здесь уже идет просто дорисовка я вам просто хочу сказать в чем особенности да здесь мы должны кое-где повторить основные цвета прорисовать естественно там где что-то вот нам нужно может быть это лист детали какие-то дополнить может быть добавить яркости какой-то где-то только не перетемните я уже много раз говорила вот тянуть здесь перетемлять нельзя потому что зеленую шерсть например темную возьму но везде класть ее не буду только где-то по краям чтоб фактуру создать то есть вот лучше не перетемлить вот здесь вы видите что уже начинается какая-то доработка где-то какие-то теневые где-то какие-то световые добавляю где-то вообще беру вот просто уже видели это очень хороший прием брать и а он оживляет картинку брать и просто вот так вот чуть-чуть разбрасывать эти только оживляет я вот прям даже не прицеливаясь вот так вот бросаю вот как получится а получается живописно в итоге голубой точно так же можно сделать то есть все вот эти светлые оттеночки которые мы с вами применяли взяли тоже вот так вот чуть-чуть набросали все так что еще здесь можно вот тут уже доработка идет каких-то деталей небольшая смотрите если вам трудно ориентироваться вот такой еще момента в тут главное не делать какие-то четкие контуры да то есть если где-то есть четким кроме домика только домик тут у нас четки должен быть все остальное должно быть расплавчатое если вы не ориентируетесь немножко вот в краях то есть вы не можете скомпоновать правильно не видите где центр те что надо периодически сейчас вот я шерсть лишнюю убью у меня это достаточно много накопилось это тоже уберу картинку чтобы она не мешала вот вот чисто сейчас вот осталась наша картинка вот смотрите она у меня лежит я вот сейчас ничего не делаю прямо лежа вот так вот беру и обрезаю по краям перевернула обрезала перевернула опять все видите у нас получились контуры сейчас уберем шерсть получились контуры может более четко видим где у нас что находится где у нас центр где у нас края где что это можно делать не обязательно в конце это можно делать на этапе любом принципе периодически скажем так делать чтобы ориентироваться в контурах вот на в абстрактной картинке это не очень важно если бы это была картина какая-то ноги прямо вот надо прорисовать все детали правильно все разместите в пространстве тогда бы было важно тогда чем чаще вы обрезаете вот эти края тем лучше эти же обрезанные потом края их точно также можно взять ниже цветоватая гамма вот вся вот это вот точно так же где-то дополнить нарезать добавить потому что картинка абстрактно она позволяет нам это делать с одной шерсть как бы экономить не обрезаем как-то нового а пользуемся той же самой здесь уже можно веточки добавлять травиночки добавлять уже понимаете да что здесь как говорится не знает предела совершенства тут можно где-то прям травинки добавить травинки вот я обрезала небольшой кусочек один край вот так вот вытаскиваю скручиваю 2 так вот чуть-чуть раз выставляет они везде такой где только добавить все так прям набросать можете посмотреть где это расположено в той картинке в исходнике туда же эти травиночки положить я вам советую подписывать свою картинку потому что даже если это срисованная картинка она же ваша она все равно не дни не то же самое что было на исходнике она какая-то уже другая поэтому почему бы ее не подписать почему бы не закрепить свое авторство я считаю что в этом ничего плохого нет мы ничьи права здесь не нарушаем если есть вопросы задавайте если нет тогда я вам подпишу покажу как это подписывать здесь вот можно будет еще в ранней крыше вот если хотите можете теневую посильнее добавить но в целом в целом вот идея уже у нас нарисовалась дальше идет уже доработочка доработочка это такой процесс его можно делать долго сколько угодно вот поэтому если нет вопросов вопросов пока нет единственного пишут то что увидели как белые циточки вы выкладываете и кому-то показалось то что это овечки пишут им хотелось бы овечек так смотрим вот у меня ел я ставлю потому что это как бы инициалы моей моей девичьей фамилии привыкла это писать потому что это подписывали масляные свои работы и вот уже как-то ну знаете как бы теперь моя фамилия не менялась и вообще все не менялась жизни уже вот какой-то как вот есть символ вот такой я и делаю я это делаю из той же шерсти уберу контрастную которую видно красный повторять за одно цвет домика то есть еще поддерживает этот цвет просто полосочки такие вот делаю выкладываю вы можете это сделать даже обычные обычными ниточками счете взять и просто это проще будет немножечко да может быть не так живописно но попроще вот например выложила вот так боком немножко не вижу ровно там или нет ну принцип понятен вот эти опять рукой пытаюсь пригладить и вот сразу же потянулась за кардачосом чтобы чуть-чуть прихлопнуть она и все равно буквы будут видны зато они уже никуда не съедут и вообще кардачосика не жалейте бросайте его в некоторых местах эти вот надо акцент из кардачосик кстати вы помните говорил про соринки попадаются их надо конечно убирать что сюда добавить можно желтый добавить по насыщеннее подвечек нарисовать хотите в общем я считаю что на этом этапе можно даже закончить то есть у нас уже получилась какая-то история какую-то задачу мы выполнили показали я показала вам по крайней мере основы я надеюсь что у вас по вот тот минимум который дал он у вас любом случае должен получиться тут ничего как видите сложного абсолютно нет вот если хотите еще поподробнее узнать про мастер-класс которые на продажу я вам покажу помните обещала показать что даже одна та же картина два раза одинаково не получается эту картинку я откладываю а но извините я ее не откладываю есть покажу как ее закреплять у нас мы отложили сторону своего стекло и раночку начали работать теперь пришла пора вернуть обратно есть стекло но его надо почистить конечно можно вот специально жидкостью для стекла протереть траве тряпочкой можно в общем вы знаете как столько чистят вот смотрите накладываю я ровно по пальцами прям даже вот смотрю вот где края и стараюсь класть прямо вот чтобы никуда ничего не съехала чтобы она прижалась эти она проявилась цвет появился более сочный стал я вот говорила что все проявится желтый вышел на поверхность и ну естественно самую рамочку накладывать стекло уже тоже надо как-то скрепить вместе рамочку любую можно брать по цвету подходящую ну я сейчас взяла вот какая была у меня формата этого что-то она мне там заела ну в общем поняли да рамочку как обычную скрепляем всегда тут уже ничего сложного нет вы все понимаете самое главное что я хотела показать чтобы вы старались накладывать стекло вот прям вот так не боком как такие вот так вот елозе а именно вот так сразу сверху как только начнете елозить что нигде обязательно сместиться за на картине может это не очень важно а в работах где контур где все там это будет важно вот ну закрепили повесили или понесли в багетную мастерскую и до оформили чтобы она была уже такая прям полноценная эффектная хорошая картинка они вот у у у у у